Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 2 декабря, Православная Церковь совершает память преподобного Варглама Пустынника Иосафа, царевича индийского и его отца Авенира. В Индии, некогда получивший христианскую веру через благовествование святого апостола Фомы, правил царь Авенир, идолопоклонник и жестокий гонитель христиан. Долго не было у него детей. Наконец, родился у царя сын, названный Иосафом. При рождении царевича мудрейший царский звездочет предсказал, что царевич примет гонимую его отцом христианскую веру. Царь, желая предотвратить предсказанное, приказал выстроить для царевича отдельный дворец и распорядился, чтобы царевич не услышал ни одного слова о Христе и его учении. Достигнув юношеского возраста, царевич испросил у отца разрешение выезжать за пределы дворца и увидел тогда, что существует страдания, болезни, старость и смерть. Это навело царевича на размышления о суетности и бессмысленности жизни. И он стал пребывать в тяжких раздумьях. В то время в далекой пустыне подвязался мудрый отшельник преподобный Варлам. Божиим откровением он узнал о страждущем в поисках истины юноши. Выйдя из пустыни, преподобный Варлам под видом купца отправился в Индию и, прибыв в город, где находился дворец царевича, объявил, что привез с собой драгоценный камень, обладающий чудодейственными свойствами исцелять болезни. Приведенный к царевичу Иосафу, преподобный Варлам стал излагать ему христианское вероучение в виде притч, а затем и от Святого Евангелия и святых апостолов. Из наставления Варлама юноша уразумел, что драгоценный камень есть вера в Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и пожелал принять святое крещение. Окрестив царевича, преподобный Варлам заповедал ему пост и молитву и отошел в пустыню. Царь, узнав, что сын его стал христианином, впал в гнев и скорбь. По совету одного из вельмож царь устроил прение о вере между христианами и язычниками, на которое под видом Варлама явился маг и чародей Нахор. Нахор должен был признать себя в прении побежденным и таким образом отвратить царевича от христианства. Через видение во сне святой Иосаф узнал об обмане и пригрозил Нахору лютой казнью, если тот окажется побежденным. Убоявшийся Нахор не только победил язычников, но и сам уверовал во Христа, раскаялся, принял святое крещение и удалился в пустыню. Царь пытался отвратить сына от христианства и другими средствами, но царевич преодолел все соблазны. Тогда, по совету вельмож, Авенир выделил сыну половину царства. Святой Иосаф, став царем, восстановил христианство в своей стране, отстроил заново церковь и, наконец, обратил христианство своего отца, царя Авенира. Вскоре после крещения царь Авенир приставился, а святой царевич Иосаф оставил царство и ушел в пустыню на поиски своего учителя, старца Варлама. В течение двух лет странствовал он по пустыне, терпя напасти и искушения, пока нашел пещеру преподобного Варлама, спасавшегося в безмолвии. Старец и юноша стали подвизаться вместе. Когда приблизилось время кончины преподобного Варлама, он отслужил литургию, приобщился святых тайн и причастил святого Иосафа и с тем отошел ко Господу, пробыв в пустыне 70 лет и спрожитых 100 лет. Совершив погребение старца, святой Иосаф остался в той же пещере, продолжая пустынический подвиг. Он пробыл в пустыне 35 лет, отошел ко Господу, достигнув 60-летия. Приемник святого Иосафа по царству Варахия, по указанию некоего отшельника, нашел в пещере нетленные и благуханные мощи обоих подвижников, перенес их в свое отечество и предал погребению в церкви, воздвигнутой преподобным царевичем Иосафом. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых пророка Авдея, мученика Варлама, святителя Филарета, митрополита Московского, преподобного Варлама, игумена Печерского в ближних пещерах. Празднуется обретение мощей преподобного мученика Адриана Пашихонского Ярославского, мучеников Азы и с ним 150 воинов, мученика Илеодора, преподобного Илариона Грузина Чудотворца, преподобного Порфирия Кавсака Левита, священномученика Иоанна Вишневского Пресвитера, священномучеников Порфирия Епископа Симферопольского. Иосафа Епископа Чистопольского, Сергия Махаева, Михаила Дмитриева, Александра Мишутина, Иоанна Малиновского, Константина Михайловского, Александра Сереброва, Игнатия Теслина, Иоанна Пирамидина, Симеона Кривошеева, Иоанна Флоровского, Якова Бриллиантова, Дмитрия Куклина, Якова Передерия Пресвитеров. Преподобного мучеников Иосафа Крымзина, Геннадия Ребезы, Петра Мамонтова, Герасима Сухова, Михаила Кванина, мучеников Валентина Корниенко, Петра Антонова, Леонида Салькова и Тимофея Кучерова. Совершается празднование икони Божией Матери, именуемой в скорбях и печалях утешения. Все, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok